Всем добрый день! Наконец-то я закончил штукатурку всего дома. Все стены практически у меня заштукатурены. Ну, единственное, здесь в туалете штукатурку я еще не делал, потому что здесь довольно-таки много инструментов. Висит на стенах, на полу, блин, все это отсюда выносить. Больше головной боли это будет уже, когда туалет будет делаться полностью. Здесь будет штукатуриться, тем более здесь штукатурка будет заменная, а не гипсовая, как везде. Так что пока туалет постоит в таком виде. Но остальные помещения у меня уже полностью готовы. Здесь кухня заштукатурена, правда, еще не зашпаклевана, поэтому такими пятнами, всякими полосами, ну, такой вид имеет кухня. Эта стенка на камеру, конечно, не видно, она зашпаклевана, все красиво, гладенько выглядит. Остальные стены я еще не шпаклевал. Здесь это место, где у меня стоит лестница. Разумеется, лестница была полностью разобрана. Этот у нас промежуток отштукатурен, отшпаклеван полностью, и лестница была собрана вновь. Так как у меня размеры, конечно же, изменились. На каждой стенке как минимум по 6 мм у меня уже съелось штукатуркой, поэтому лестницу пришлось все ступеньки, все вот эти вот элементы немножко укорачивать. Ну да ладно, с этим я справился, лестница собрана и стоит в таком же виде, как она была до этого. Видно, что я делал сначала первый этаж, а здесь у меня место соединения, и вот оштукатурен второй этаж. Все сделано в один уровень. На втором этаже вроде бы стен мало для штукатурки, но все равно времени на это ушло довольно-таки много. Эти стены у меня здесь наполовину, тут буквально полтора метра высотой. Ну и здесь на фронтонах тоже здесь скосы есть, окна. Ну, в принципе, сюда штукатурки ушло не очень много. Так же и с этой стороны. Единственное, пришлось помышиться с лестницей, потому что неудобно было здесь штукатурить. Лестница ниже намного пришла, приходилось какие-то тут подставки, всякие столики ставить, стременки, чтобы можно было достать до самого верха. И здесь, где у меня выходят трубы, получилось не очень красиво. Ну вот, видно, свет падает. Всякие полосы получились, но это все зашкурится, зашпаклюется и будет все ровно. Потому что здесь идет маяк, здесь маяк. Провилом ровно вести не получается, мешаются трубы. В принципе, по штукатурке все, что можно было сказать и какие-то технические моменты, какими я пользуюсь, рассказываю я об этом видео. Оставлю ссылку в описании. Никаких-то новых технологий я ничего не придумывал. Как я делал в первом видео первую комнату, так я и весь дом их заштукатурил. Весь дом был заштукатурен штукатурой Кай Акстан. Вроде бы нормальная штукатурка, но со стабильностью качества у него как-то в последнее время очень сильные большие проблемы. Потому что замешивал я с помощью своего дозатора. Вот он стоит, работает прекрасно. Поэтому наливалось одинаковое количество воды на все замесы. И некоторые партии этой штукатурки, ну замешиваешь и она получалась довольно-таки жидкой. Приходилось еще с другого мешка добавлять, чтобы она была нормальной густоты. С одной партии не густая штукатурка получается, а с другой партии получается жидкая. Приходится добавлять. Это один момент. Или ее меньше добавляет, или просто-напросто у нее влажность совсем другая. И другой момент здесь, конечно, сейчас не видно. Но вот видно. Здесь более такая серая штукатурка. На вот это вот другие мешки, она более светлая. Здесь уже прям с одного палета я, вот именно эту часть брал с одного палета я в магазине. И вот некоторая штукатурка такая штукатуришь, она прям серая как цементная. Другой мешок замешиваешь, тут же вот штукатуришь следующие. А она прям как песочная такая, светлая. И более тягучая, более лучшая. Ну, короче, с качеством у данной штукатурки, ну, как-то хромает. В принципе, получается и той, и этой нормально. Но вот то, что разные цвета, разные по замесам получаются. Под вопросом. Ну, по деньгам она получалась самая дешевая. Наконец-то я спрятал весь газоблок, все свой, потому что надо еле те же кирпичи видеть постоянно на стенах. И плюс тому же за штукатурой, а все щели, которые здесь у меня были в стенах. Раньше я рассказывал, что я здесь много щелей замазывал. Ну, а сейчас уже замазано все окончательно. Ничего нигде не продувается. На втором этаже все стены у меня заштукатурены. Но подрозетники я еще нигде не делал, потому что у меня будет и здесь перегородка. Будут, конечно, подрозетники и выключатели делаться в гипсокартоне, в перегородках. Ну, и здесь тоже надо будет сделать выключатели. Здесь я уже буду делать по другой технологии. Сначала заштукатурил, потом буду делать борозды, ставить подрозетники и потом все это дело опять заштукатурить, по новой замазывать. Потому что, ну, нету сейчас перегородки этой, негде провода протянуть, потому что провода будут протянуты в перегородке. Ну, и потом уже определимся, где эти розетки поставить. Поставим, заштукатурим, зашпаклюем и ничего видно не будет. Все будет замечательно. И опять же, видны такие вот места. Вот места у меня. Виден тут армопояс. Ну, и также вот в этом месте тоже виден армопояс. Здесь слой штукатурки получается довольно-таки тонкий. Здесь я буду зашпаклевывать. Старался делать как меньше, ну, меньше слой штукатурки, чтобы меньше уходило. Поэтому здесь она вроде как вровень с армопоясом, но немножко выступает. Потому что если здесь выдвигать хотя бы миллиметров на пять, чтобы штукатурка нормально ложилась, то и вся стена получается у нас отодвигается на пять миллиметров. И расход штукатурки возрастает просто-напросто в разы. Ну, качеством работы своей я, в принципе, доволен. Конечно, вот эти все изъяны, которые сейчас я не старался выводить все в ноль, чтобы потом не шпаклевать, чтобы сразу было все ровно. Я раньше пытался все это делать, все равно это не получается, приходится шпаклевать. Поэтому я просто делаю, вывожу плоскость более-менее ровную. Какие-то ратвенные, какие-то рытвенные, какие-то полосы, если остаются, потом это шлифовывается, зашпаклевывается, и прям получается идеальная стена. Поэтому есть какие-то небольшие огрехи, как я показывал. Вот здесь есть какие-то остаются, я просто-напросто на это не обращаю внимания. Ну и здесь, где у меня выходят трубы, оставил большие промежутки. Потом, когда поставится радиатор, все закрепится нормально, чтобы труба уже встала на свое законное место. Потом уже вокруг этой трубы это все дело зашпаклюется, заштукатурится, и все будет красиво. В принципе, как у меня здесь батарея уже установлена, заштукатурить я здесь еще ничего не успел. Вот труба закреплена уже жестко, и здесь, в принципе, уже можно замазывать, все делать вровень, чтобы труба просто-напросто у меня торчала из стены. В принципе, я могу показать, как это будет выглядеть. В этой комнате у меня уже все сделано. Вот труба, торчит одна труба. Здесь, конечно, еще не зашпаклевана, только штукатурка я прошел. Ну, уже выглядит намного лучше все это дело. Так же и здесь торчит только труба из стены. Здесь я просто показал то, что я не сижу без дела. Работа в доме хоть медленно, но продвигается. В доме становится намного комфортнее. Ну, с белыми стенами намного комфортнее, чем вот так вот, с такими газобетонами. Хотя тоже красиво, но уже надоело. Хочется уже нормальных белых стен. Ну, на этом у меня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok